Здравия желаю, товарищи подписчики, с вами Военрук. Сегодня мы в гостях у создателя, идейного вдохновителя и руководителя российской частной военной компании РСБ Групп Олега Анатольевича Клиницкого. Добрый день, товарищи. Во-первых, хотел бы поблагодарить вас за эту возможность, за то, что вы нашли время для создания серии интервью, серии передач на канале Военрук о работе, о специфике и таких тонких моментах о работе российской, тем более частной военной компании, которые в открытом доступе, в открытых источниках, напрямую от профессионалов вы не найдете. Спасибо вам большое. Ну, я считаю, что у вас хороший, правильный канал и вы доносите правильную информацию, поэтому, естественно, мы поделимся несколькими секретами, а, возможно, то, что еще не знают другие люди. Спасибо большое. Так что смотрите на канале Военрук серию интервью, передач, выпусков, созданных совместно с российской частной военной компанией РСБ Групп. Олег Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли к идее создания в России частной военной компании, какие у вас преграды на этом вставали, и вообще о вашей компании РСБ Групп. Подробнее, пожалуйста. Группа компании РСБ была создана неспонтанно. В начале мы начали заниматься конкурентной разведкой. В 2005 год. Рассвет мошенничества, рассвет недобросовестных конкурентов, партнеров. И мы давали необходимую информацию для наших заказчиков. Соответственно, работа мы все делали, видимо, хорошо, потому что заказчиков просили, чтобы мы взяли их под охрану после объекта. Были лет под охрану объекта. Было создано частное охранное предприятие. Фордпост. Фордпост. Сперебова словами дали. Это представитель на границе, да, передовой отряда. Передовой отряда. Так, я был пограничник, поэтому это было наиболее близко назовно. И в 2011 году рассвет пиратства в Индийском океане. Постоянно захватываются суда. Постоянно идут какие-то движения непонятные, вооруженные люди, сомалийские пираты. Того впервые мы с ними столкнулись. И была поставлена задача мной о создании частной военной компании, которая будет посерединиться на морской охране. Но так как, видимо, мы и морскую охрану делаем хорошо, поэтому возникла необходимость и дальше развивать компанию, то есть переходить на земные операции, заниматься военным консалдингом, то есть подготовкой обучения, обучение больших военнослужащих, полицейские подразделения. То есть из этого, из небольшой компании, кто занимался конкурентной разведкой, стала развиваться наша компания. Естественно, мы могли бы развиваться намного быстрее и более бы финансово емкий, если бы мы занимались всем тем, что нам предлагают. А предлагают нам очень много вещей, о том, что не совсем законно. Это подготовка обучения товарегов в Ливии, это участие в боевых действиях на территории Сирии и прочие моменты, которые я, как человек, который слежу за имиджем и законностью действий своей компании, конечно, мы их отвергаем. Но время геополитических войн, локальных конфликтов на сегодняшний день расширяется. И, естественно, такие компании, профессиональные компании, как у нас, они будут в скором времени востребованы. Потому что институт сообразно использовать вооруженные силы, по финансовым, по политическим моментам. Но всегда удобно иметь мобильные подготовленные группы, которые будут выполнять свою работу профессионально. Мы работаем за ними, да, потому что основная задача нашей компании, как коммерческая компания, это очень прибыль. А покажите мне, хоть одного человека, это же Варгин, который отказывает свою зарплату. Поэтому деньги являются основной, но не наиболее важной составляющей части нашей работы. Мы даем работу основным офицерам, специалистам высокого класса. Эти офицеры могут пойти в криминальную структуру, а могут пойти работать к нам и оказаться в том, что в социуме, где они и были. Зарабатывая при этом законным путем? Зарабатывая законным путем и достаточно нам нуждаются серьезные, хорошие деньги. Плюс люди имеют возможность путешествовать по миру, за счет компании получают страховку. Когда в Москве трещит 35-ти градусный мороз, люди могут находиться в районе Ю-Восточной Азии, выполняют работу, могут отдыхать в теплом океане. Олег Анатольевич, раз мы заговорили о офицерах в отставке, в запасе, насколько я знаю, Вы, соответственно, как Ваши бойцы, Вы офицеры. Расскажите, пожалуйста, о своей военной карьере и о своих наградах. Я закончил Алмакинское пограничное училище, комитета государственной безопасности, имя Федикса, Эрмунда Судержинского, где-то город Алмата. Закончил в 93-м году, после этого попал служить на российскую крайность пограницу, молодым лейтенантом, на автодорожный пункт пускового лошади. Но так как я сын пограничника, я родился на границе, и я видел, как служить офицер, и для меня всегда офицер в зеленой пуражке, это было талоном мужества и талоном мужчины. Когда я попал на автодорожный пункт пропуска, я понял, что там нужно брать взятки, как-то кривить своей совестью. И я написал рапорт, и лейтенантом уехал служить на таджикарганской границе. И служба проходила в пиарском пограничном отряде, от начальника пограничной заставы до старшего офицера оперативного введения штаба. Горжусь тем, что я родиной не торговал, я не потерял на этом собраться офицера за 6 лет. Я был ранен, я выполнил свой долг, не за деньги, а, как бы это было сказано, по уверению сердца, золопи и романтики. Не зря говорят по граничнике, что не каждому дается возможность ходить по последнему метру нашей земли. Естественно, будучи еще школьником, я мечтал попасть в Афганистан, вся семья нас военная, все родственники военные, поэтому, естественно, я не представлял себя никем, торгующим мясом, объяснить лишь собой. У каждого из своих предназначений в жизни. И поэтому, все-таки, моя мечта сбылась, я был на тажикарганской границе, я занимался настоящим мужским делом. В 2000 году, в 1998 году я уничтожил афганский караван, который шел из Афганистана в Таджикистан. Было задержано 200 килограмм героина, 6 карабинов, 3 гранатомета, КПВ-7, 6 выстрелов, 50 метров пехотного шнура, 50 противопехотных мин, ПМН. Три контрабандиста, вооруженные, были уничтоженными рукопашными спорами, один при пересечении границ Пянджи, при переправе через Пянджи. За это я был награжден медалью Суворова, которую до сих пор не получил. И только представление напоминает мне о том, что я когда-то выполнял специальные задачи на арганской границе. Но суд не в наградах. Есть люди, увешанными наградами, даже работающими министрами здоровья в прошлом, которые не несли в нашу армию чего-то кардинального. Есть обычные офицеры-трудьяги, которые не за злобами дали, а за усердствием выполняют свои задачи. Таким образом, в 2000 году я оказался ненужным по граничным войскам. После этого каравана меня пытались убить, потом возбудить уголовное дело. За превышение даже на своей полномочисти неинасилия. То есть была задача убрать меня с этой заставы, потому что за все время командой моей заставы не было ни одного прорыва через границу. И в 2000 году я оказался безработным. В кармане было 200 рублей. И стал вывод, передо мной стал удаленно. Чем заниматься дальше? Ведь я не умею строить, я не умею проектировать, я не умею торговать, я не умею обманывать. Я умею делать только то, чему я учился в граничном училище. Я себя попробовал на разных поприщах, был в различных службах безопасности. Но я понимал, что гражданский менталитет и отношение к работе и к жизни, оно коренным образом отличается от менталитета военных, от того социума, где я приятно находиться. И в 2005 году я создал частную разведывательную компанию, которая занималась выборной формацией в рамках закона. И, как я уже ранее говорил, поступенчество, как мы начали развиваться. И на сегодняшний день мы имеем такую небольшую, но интересную, дневничную компанию. Нам никто не помогает, мы работаем самостоятельно на нашей репутации, на рекомендациях наших клиентов. То есть мы медленно и верно идем наверх. Хотя, как я уже говорил ранее, мы могли бы намного быстрее подняться наверх. Но не важно, что там было бы наверху. Тюрьма или слава. Очень достойный путь у вас, Олег Анатольевич. И приятно, что в России на постсоветском пространстве, да и просто на планете Земля, есть такие офицеры. Офицеры больше не бывают. Такие офицеры поконят. Спасибо вам за это. Олег Анатольевич, расскажите нам, пожалуйста, поподробнее о компании РСБ групп, о группе компаний, именно о частной военной компании, составляющей. Какой спектр задач, квалификации сотрудников? На самом деле брендовое название такое частная военная компания, это делище западных маргетологов. Возможно, таким образом они раньше пытались обелить наемников, которые выполняли специфические задачи в Африке и в остальных нестабильных регионах нашей планеты. Порой свергая правительство, меняя политическую ситуацию в стране, занимаясь убийствами, неугодных политических деятелей и прочее, прочее. Для понимания всей ситуации мы назывались частной военной компанией, но у нас закон не принят власти частной военной компании. Поэтому мы можем назвать себя по-разному, и это не меняет суть содержания. И на сегодняшний день название компании частного военного консалтинга, она наиболее подходящее, потому что мы оказываем услуги по безопасности. Мы выдаем рекомендации, мы оставляем паспорта антитеррористической защищенности объекта, при необходимости. Мы работаем за пределами России, мы не нарушаем законы России. У нас есть компании за рубежом, которые входят в группу компании, которые имеют лицензию на работу с оружием. То есть все, что касается работы за границей с оружием. Поэтому, естественно, мы не пересекаемся с государственными интересами. Работают у нас граждане России. Это вопрос принципиальный. Вопрос принципиальный, что у нас не работают сотрудники бывшей МВД. Да, у нас... Ну, у нас разный менталитет, у нас разная ментальность между сотрудниками МВД. Они, возможно, и достойные люди, и есть очень много хороших людей. Но у меня был опыт, когда я все-таки попробовал поступить со своим принципом и взял сотрудника МВД, и они очень сильно подвели небольшую компанию в своей работе, в своем отношении, в порядочности. Поэтому наш сотрудник – это офицер от 25 до 45 лет, офицер, владеющий не странным языком, офицер, ведущий боевой опыт, с хорошей физической подготовкой, без проблем в семье, без проблем в голове, без проблем с законом. То есть, почему офицер? Потому что офицер – это тактическая единица подготовленная, которая может в случае гибели командира группы, или если он остается один на удалении основных сил, он может принять правильное тактическое решение и определять такой исход операции или исход боя. Если это будет создатель вышесрочный, который в свое время в армии красит бальдюры и бьет деревья, соответственно, этот человек опасен до нас. И многие обижаются кандидаты, говорят, что к нам невозможно и трудно попасть, но поверьте, что мы отбираем лучших. Простых людей мы можем набрать и без проблем так. Но нам нужно лучших, поэтому мы берем лучших. Возможно, из-за этого у нас не было никогда боевых потерь, в том числе и не боевых потерь, у нас не было ранений. Мы не потеряли ни одного клиента. И я считаю, что в этом как раз и отмечается профессионализм тех людей, с которыми мы работаем. Это показатель качества. Такая статистика нулевая, нулевых потерь – это показатель качества. Для того, чтобы дальше было все так же, конечно. Олег Анатольевич, часто мне задают вопросы, в личку пишут и подписчики, и зрители. Посоветуйте попасть, как в том числе вычисляет вашу компанию, РСБ-группу, могу ли я пойти? В основном, чаще всего вопрос в основном звучит так. Я не служил в армии, могу ли я пойти, но имею тактический опыт? Или я не служил в армии, но имею опыт, скажем так, ведения боевых действий на постсоветском пространстве. Но при этом образование военного и в армии я не служил. Может ли такой человек рассматриваться вами как кандидат? Нет. Я поясню, почему. Но страйкболисты, они ребята хорошие, они занимаются спортом, на воздухе. Но поверьте, когда свистит шарик, да, и потом все вместе дружно уходят пить пиво, это одно. А когда свистят пули, да, и когда, скажем, разлетаются голова твоего товарища, как кандидат пули, ты чувствуешь на губах соленый вкус мозгов, вкус крови, это совершенно другое. И просто вот ребята, которые вам пишут, они, по сути, в своей романтике, да, и воспитаны там на различных фильмах, замыкных, которые рассказывают, возможно, о найемниках, о их веселой жизни и прочее. На самом деле, мне нужно понимать, что только в кино все красиво, да, а война, на самом деле... Ну, я не прошел Великую Отечественную войну, слава Богу, но опыт работы, опыт службы на Тадж-Гарганской границе, он достаточно, он мне, да, опыт показательный. Да, и было много моментов, когда было и страшно, и было очень страшно. И я понимал, что нужно испугаться и умереть, либо испугаться и что-то делать дальше. И поэтому я могу твердо заявлять, что война, она черно-белого цвета, только кровь красная. И поэтому все романтики до первого селезного происшествия, они вот как бы готовы работать. Но после этого нет. Поэтому таких людей мы не приглашаем. Что касается людей и боеваших за границей, участвований на Донбассе, при всем уважении к их смелости и отваге, я тоже их не могу рассматривать, как сотрудник нашей компании. Только офицеры, закончившие военное училище, и знающие, что такое не только оружие, но и порядок, дисциплина, тактика, стратегия. То есть вот эти люди меня интересуют. А те, которые выруют на Донбассе, ну, каждый выбирает свой путь. Свято воевать за свою землю, стоять за Русь свою, и воевать за пределами России, за графические интересы, это уже другое. И если люди могут оставить свои семьи, своих детей, не подумать о том, что они могут не вернуться, как бы плохо их семьям потом, я считаю, что такие люди на нас опасны, потому что так же могут оставить, не подумавшие и наших людей в сложной ситуации. Я могу утриграть, но это мое мнение, оно не спекословно для меня. Что касается, если человек не служил в армии, ну, естественно, если человек не служил в армии, он не видел смерть, он не участвовал в бою, он не может синить жизнь клиента и жизнь своей друзей и товарищей. Хотя иногда есть некоторые, конечно, исключения, я не беру кого-то спецназовцев. Потому что какой спецназовец, он дает свои слова, отмороженную на голову, и, соответственно, задача спецназа это убивать. Уничтожать. Они на это заточены, этому учатся. И люди, которые перешли с государственной службой, вот это еще эффект осознания, что человек до сих пор находит на службе, он может сыграть плохую достаточно роль, сыграть плохую услугу, сыграть в нашей работе. Потому что наша задача эффект не атакующий, но сдерживающий. То есть мы не ищем боя, мы обеспечиваем безопасность, но при необходимости, если нашему объекту угрожает опасность, мы готовы уступить в бою. Немножко разные спецназы, он, наоборот, ищет боя, он ищет кого уничтожить. И такие люди могут для нас быть опасными. Потому что у меня был случай, когда приходил серьезный мужчина по 2 метра ростом, со шрамом все, лицо лысый, старший артемат из «Витязи», краповый билет. И я на вопрос, у тебя есть семья? Он говорит, да, у меня жена и дочка. Я говорю, а зачем тебе это нужно? Он говорит, мне скучно, мне хочется выиграть. Соответственно, сразу я прекратил общение, то есть, человек не нас опасен. То есть, вы сразу проф. не привыкли на себя определять? Понятно, хорошо. Спасибо. Олег Анатольевич, я думаю, всех интересует вопрос, в том числе и вам, когда или при личной встрече, или пишут, звонят вам. Первый вопрос кандидата, даже еще неизвестно, подходит он вам или нет, о зарплатах. То есть, примерно, чтобы товарищи понимали, что здесь не миллионы, как многие думают. Знаете, вот на самом деле, я не хочу показаться тираном, командиром самодором, но когда человек, еще не понимая задачи, которые он должен выполнять, уже в вашей зарплате, он становится апрюре сразу неинтересен. То есть, я вижу у человека в глазах деньги. Он пришел, обезысклонился зарабатывать деньги. Он также мог и землю копать, и накладывать, и всегда зарабатывать. Он также мог там, крыши краю отчинить, снег сбрасывать. То есть, по сути, обязательным заниматься, а он не профессионал. И когда человек приходит и спрашивает, какие задачи, и человек оценивает, способен это выполнить или нет, я понимаю, что человек примеряет себя к нашей компании. Подходим ли ему, и подходит ли он нам. Затем им более интересна, с ними продолжаем разговаривать. А когда люди сбрасывают свое резюме, даже не резюме, а запрос, хочу к вам попасть, сколько платите денег. То есть, это все просто идет в спам, и больше нам не пишут. Люди зарабатывают в соответствии с сложностью выполняемой задачи. Если они, допустим, находятся в зоне высокой террористической активности, или в зоне боевых действий, не участвуя в них, конечно, то у них повышена старка. Если они находятся, скажем, на маршруте, либо в той зоне, где не стреляют, естественно, у них скарка чуть ниже. Но им обеспечивается страховка на 250 тысяч долларов в месяц. То есть, ему продлевается. Мы им обеспечиваем перелет, командировка, проживание в отеле, питание. То есть, наши люди не должны думать, где покушать, где поспать. Наши люди должны думать о том, как правильно и грамотно, без потери выполнить заблочок. Субтитры создавал DimaTorzok